Любой ребенок, который дорос до букв на клавиатуре, может получить доступ к всемирной паутине. Увы, любопытство и доверчивость всегда делало детей идеальными мишенями для преступников. Ну а лет – время, когда дети нередко предоставлены сами себе. О чем стоит помнить, чего бояться и как защитить ребенка, сегодня говорим с заместителем руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления по Алтайскому краю Дарьи Белых. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Число каких преступлений в отношении детей растет летом? Ежегодно в летний период регистрируется значительное количество сообщений, связанных с детским травматизмом. Дети получают травмы на детских площадках, где-то в игровых зонах. Нередко они при этом находятся без присмотра взрослых. К зоне опасности можно отнести берега, водоемов и даже собственные окна в квартире. Дарья, мне хотелось бы… Вернемся мы обязательно, конечно, к теме прогулок и опасности, которые с этим связаны. Но мне бы хотелось вот какую тему затронуть. Прежде всего, это переход преступлений в интернет. Ведь чем действительно младший ребенок, самые маленькие дети, они уже имеют доступ к этому. Вот скажите, пожалуйста, какая опасность предостерегает детей и чего стоит опасаться, чего стоит бояться? Вы очень верно заметили, что у нас преступность мигрирует в интернет, становится более интеллектуальной. И получает большее распространение и делает сложнее свое выявление и поимку злоумышленника. В основном, конечно, сейчас интернет-преступления связаны с сбытом наркотических средств, куда вовлекают в том числе детей, в том числе и недостигших возраста уголовной ответственности. То есть совсем там… Такие прецеденты есть в крае? Конечно. Конечно, у нас бывает, что за сбыт так называемых закладок задерживают ребятишек, недостигших возраста ответственности, которые действуют зачастую в группах со взрослыми. Это и половые преступления, это и распространение различных сведений о личной жизни ребенка в том числе, возможно. Конечно, да. То есть преступники у нас выходят на новый уровень и делают все, чтобы не быть пойманными. Вот что касается распространения наркотиков через интернет, как понять, что ребенок вовлечен в это, и как ребенку не стать заложником этой ситуации? Ведь там все-таки манипуляторы с ними работают. Конечно, конечно. Там работают очень хорошие манипуляторы, очень хорошие психологи, которые, в принципе, знают, где надавить, чем заманить. Да, это может быть и доверительное общение, это может быть и обещание награды. В основном, конечно, дети, даже из обеспеченных семей, очень хорошо ведутся, скажем так, на обещание материальных благ. И это тот самый крючок, на который злоумышленники их пытаются поймать. Что сделать, чтобы это предотвратить? Ну, здесь в первую очередь, конечно, очень многое зависит от родителей. И от того доверительного контакта, доверительного общения, которое у них имеется с ребенком. По ребенку сразу заметно, когда он попадает в ту или иную ситуацию. У него резко меняется настроение, у него меняются интересы, у него даже, в принципе, стиль общения с теми же родителями очень сильно меняется. Отношение к учебе, отношение к своим хобби. На все это следует обращать внимание. Но лучше, конечно, этого не допускать и начинать с детьми разговор задолго до этого, объясняя им, какие опасности таятся на просторах интернета. И чем это может быть для них чревато. Потому что, как складывается... А чем это может быть для них чревато? На распространение наркотических средств дают очень большие сроки лишения свободы. Какие? Давайте их назовем, пусть они знают. Ну, это от 6 до 8 лет в среднем. Реального срока? Реального срока. А что грозит преступникам, которые вовлекают детей? Они, кстати, откуда эти люди? Это люди, наверное, не из края, ведь бывает интернет все-таки откуда угодно могут быть. Здесь сложно как-то одной фразой обозначить, откуда они. Да, они могут базироваться и в другом субъекте. И да, там создается разветвленная сеть таким образом, что, возможно, до самой макушки этой пирамиды и не доберемся. Ну, хотя, как сработают оперативные службы? Опять же, это их зона ведения, зона ответственности. Их ловят или это очень сложно? Ну, это очень сложно, но это возможно. Скажите, пожалуйста, вот недавно совершенно был случай, когда молодому человеку, я бы назвала это баловство, которое в итоге привело к реальному сроку. Молодому человеку дали 8 лет, насколько я помню, могу ошибаться, за то, что он разместил фотографию, назовем так, эротического содержания своей сокурсницы или школьницы, не совсем трезвой девушки, 8 лет реального срока. Скажите, пожалуйста, давайте просто немного детей предостережем, которые, может быть, считают, что это баловство. Что может грозить за простые, казалось бы, фотографии? И за что может грозить реальность? В первую очередь распространение фотографий, либо иных сведений о жизни человека без его согласия у нас образует нарушение его конституционных прав на неприкосновенность частной жизни. Это, в принципе, у нас защищается Уголовным кодексом, статья 137, она небольшой тяжести, но для начала, в принципе, наказание уже может иметь место. Если же мы касаемся каких-то сведений интимного характера, это уже может квалифицироваться совершенно иначе по статье 242 Прим, где наказание может достигать от 8 до 15 лет лишения свободы. То есть просто выложил фотографию в интернет? Просто распространил его, да, среди неограниченного круга лиц. Мне кажется, это то, о чем нужно помнить подросткам, которые когда балуются, раз и в Инстаграм. А вот что касается закрытых групп, которые так громко шумели несколько лет назад и сейчас подутихло, синие киты и им подобные. Действительно спала волна, дети перестали в них каким-то образом быть задействованы или все-таки об этом замолчали? Скажите, как сейчас обстоит? Сейчас, в настоящее время, на самом деле эта волна спала. И здесь, конечно, большое влияние имели и средства массовой информации, которые помогли нам распространить сведения. Дети же тоже, они очень много видят, смотрят, читают, узнают друг от друга. И они уже предупреждены об этой опасности. Есть, конечно, у нас периодически выявляют в социальных сетях группы депрессивного характера. Но у нас в крае случаев, когда именно, по крайней мере, в последний год и текущий год, случаев таких не было, чтобы конкретные задания, вот как в тех синих китах, по направленности конкретной действий. А что грозит, опять же, если уже мы говорим с вами, как с представителем следственного управления, что грозит людям, которые открывают подобные группы и занимаются вот такой, вовлекающей детей деятельностью? Ну, это преступление относится к категории тяжких, категории тяжких, но по срокам надо обратиться к первоисточнику. Скажите, пожалуйста, ведь часто дети просто боятся, оказываясь на удочке вот такого преступника, они боятся, естественно, рассказать взрослым. Вы уже немного сказали, как обратить, на что обращать внимание, да, это смена поведения. А как вести себя ребёнку, если он хочет рассказать, но, с другой стороны, его запугивают, и он находится между двух огней, как ему себя вести, на что ребёнок имеет право? Чем дольше ребёнок молчит о сложившейся ситуации, тем она затягивается и усугубляется. Поэтому, если ребёнку высказываются, ну, посредством сети интернет, мессенджеров, какие-либо угрозы, распространением о нём информации, да, причинением ему или его родственникам какого-то вреда, об этом незамедлительно надо рассказать самым близким людям. А ему говорят, бойся, мы тебя накажем, тебе будет то-то. Правильно. Здесь, опять же, включается родительский фактор, когда дети должны доверять своим родителям. У них должен быть абсолютный контакт, чтобы они знали, что при любом раскладе, при любой ситуации родители будут их поддерживать. Здесь только так. А нужно ли контролировать, на ваш взгляд, как мамы, в том числе, не только как представителя управления, но и нужно ли такой тотальный контроль, закрой, не ходи, запрещу? Ну, тотальный контроль, он никогда ни к чему хорошему не приводил, и в этом случае мы тоже не должны абсолютно ограничивать права ребёнка. Разговаривать надо. Чаще надо разговаривать, чаще общаться, чаще интересоваться тем, что делает ребёнок. Может быть, в тихушечку подписаться на него где-то там в социальных сетях, наблюдать, какие фото. То есть всё равно контролировать немножечко, да, направлять. Да, но запретить совсем, да, сказать, удали немедленно все соцсети. Я, конечно, не сторонник, чтобы ребёнок там пропадал целый день, да, и в определённом смысле пытаюсь ограничивать время нахождения там. Но запретить абсолютно этим пользоваться, ну, мы живём в век электронных телекоммуникационных технологий. И потом они ведь более продвинутые во многом, чем взрослые. Они найдут там анимайзер, который вскроет доступ туда. Хорошо. А можно ли, я не знаю, на ваш взгляд, как-то принять какой-то закон? Быть может, что могло бы быть? Идеальная система, сейчас мы предположим, которая могла бы ограничить ребёнка от коротких сообщений, и получишь быструю любовь, от каких-то входов на запрещённые сайты. Что должно быть в стране, чтобы наступил порядок в этой сфере? Это вопрос, на самом деле, очень тяжёлый, философский, да. И он требует очень тщательной проработки, чтобы, с одной стороны, не нарушить права ребёнка на общение, на переговоры, на переписку, на тайну. Всё равно он имеет на это право. А с другой стороны, чтобы оградить его от этой опасности. Как это сделать? Ну, технически, например, я себе очень слабо представляю. Как это закрепить законодательно? Ну, это вопрос у нас. Вопрос к законодателям, безусловно. Вопрос к законодателям, конечно. Дарья, скажите, пожалуйста, есть ли в Крае какие-то службы экстренной помощи, куда ребёнок может обратиться и анонимно получить ответ на волнующий его вопрос, касаемый нашей темы? У нас действует в следственном управлении телефонная линия «Ребёнок в опасности». Короткий номер с любого сотового – 123. Она работает в круглосуточном режиме. Можно ребёнку, либо его родителю в случае возникновения опасности для несовершеннолетнего туда обратиться. И если даже этот вопрос не относится к нашей компетенции, он будет незамедлительно переадресован по подведомственности. То есть будут подключены иные правоохранительные органы. Кроме того, на базе правительства Алтайского края существует у нас телефонная линия по оказанию психологической помощи. Можно посмотреть у них на сайте. И в настоящее время в следственном управлении прорабатывается вопрос, чтобы мы могли даже с нашей телефонной линии переключать туда, чтобы люди получали психологическую помощь. Поступают звонки туда от жителей края? К нам на телефонную линию поступают, но по существу поступают очень редко. Очень редко. С чем это связано? Ну, действует она, в принципе, уже значительное количество времени. Но, наверное, всё-таки пока у нас людям проще набрать 112 или 02. Может быть, просто не знают об этом. Может быть, просто не знают. Хотя наши коллеги очень активно эту тему продвигают и транслируют в СМИ. Номер 123. 123 с любого мобильного телефона. Проще некуда, по-моему. Возвращаясь к теме, с которой мы с вами начали, всё-таки лето – это действительно открытые водоёмы, открытые форточки, открытые окна. В прошлом году поступало сколько сообщений о выпавших детях? За прошлый год в Следственном управлении зарегистрировано 9 таких сообщений. В основном это летний период. Где-то с середины мая, и вот июнь, июль, август, середина сентября. Дети погибли? Ну, не во всех случаях. Дети, как правило, они более гибкие, более вёрткие. Вот, например, в этом году поступило уже 3 таких сообщения, и, слава богу, все дети живы. Сколько детям? И где были родители в этот момент? Какого возраста? Ещё раз давайте всем напомним. Помню, что, кажется, уже дети самостоятельные. Возраст совершенно разный. Это может быть и годовалый малыш, который только-только научился залазить на табуретку, на кресло, на диван, да, и дополз до окошка. Увидел птицу за москитной сеткой и облокотился на неё. А может быть, там и 14, 15, 17-летний парень, который зачем-то туда выглянул, не удержался. То есть там реально несчастный случай. Давайте ещё раз напомним, у нас осталось буквально полторы минуты времени, как правильно себя вести возле открытых водоёмов и взрослым. И взрослым, безусловно, с детьми, как смотреть, как не допустить трагедии. Для начала необходимо отметить, что ни в коем случае нельзя детей одних оставлять у открытых водоёмов. Это не зависит от возраста ребёнка. Это и малыши, и дети постарше, и 17-ти, и даже иногда 18-летние, но они тоже дети. Потому что как раз в этот период у нас юношеский максимализм во всё, и на море по колено, да, и горы по плечу. Но наблюдать, не выпускать из поля своего зрения, не пускать одних в воду, всегда посещать пляжи, скажем, только в специально оборудованных местах, где работают спасатели, где установлены бойки, где своевременно чистится дно, где нет течения. То есть специально оборудованные места. И, пожалуй, наверное, это всё. Спасибо вам огромное за время, которое, и за работу, которую вы делаете. Надеемся, что этой работы этим летом у вас будет меньше. Очень надеемся. Мы сегодня беседовали с Дарьей Белых, заместителем руководителя отдела процессуального контроля следственного управления по Алтайскому краю. Говорили мы о том, как сделать лето для ваших детей безопасным. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok